Не отрываясь от учебного процесса и преподавания, отдать свой голос за благоустройство городских пространств можно прямо в университете. С этой целью практически каждый день в учебные заведения приходят волонтеры. Такой способ выразить свою гражданскую позицию очень удобен, отмечает студент социально-педагогического университета Никита Казаков. Он голосует уже второй раз. Впервые свой голос за благоустройство он отдал в прошлом году, когда узнал, что таким способом можно изменить облик полюбившихся городских пространств. Это очень важно, потому что необходима комфортная, грамотно сделанная городская среда. Это может быть зона проведения каких-то культурных мероприятий, концертов, экскурсий или каких-то флешмобов всероссийских важных. Поэтому, считаю, нужно такие территории благоустраивать. Во время встречи с волонтерами студентам, педагогам и административному коллективу университета рассказали о пространствах кандидатах на благоустройство, а также показали дизайн проекта. В Самарском районе в рейтинговом голосовании участвует сквер Высоцкого. Ранее в нем уже прошли два этапа благоустройства в рамках губернаторского проекта «Содействие». Теперь жители района надеются, что благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды пространство полностью преобразится. Все знают прекрасно этот сквер, очень оживленное место, поэтому мы активно агитируем в студенческих группах в рамках воспитательной работы. Я думаю, что многие отдадут свой голос «За». Активную работу по информированию горожан проводят администрации внутригородских районов, чтобы как можно больше человек смогли поучаствовать в судьбе общественных пространств Самары. На сегодняшний день в нашем районе проголосовало почти 11 тысяч человек. Если сравнивать с населением района, население района чуть более 30 тысяч, это 30%. Но учитывая то, что голосовать могут только люди старше 14 лет, эта цифра уже больше 40%. Напомним, голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, проходит до 30 мая. Отдать свои голоса за полюбившиеся городские локации можно несколькими способами. На сайте 63.городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги, или через платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.